добрый день на библейский портал xget поступил вопрос для чего бог наблюдает зло в мире ничего не делает ну конечно заступаться для адвокатом бога быть сложно но тем не менее попробуем большому сожалению люди сначала обвиняют бога в том что он не дает свободы не дает им шаг вправо сделать шаг влево это не делай то не делай пятое десятое зло не твори а потом когда человек начинает творить все-таки вопреки желанию бога зло тот же человек который только что упрекал бога за ограничение в свободе начинает вопрекать на то что слишком свободы много вокруг и даже так много свободы что кругом одно зло сплошное зло делает человек к сожалению большому и это зло если бы нас бог ограничил в этом зле ежесекундно ежеминутно да ну хотя бы хотя бы легким каких-то там легким таким шелбанчиком в голову вот вам гарантию даю что к вечеру уже каждая бы голова голова была бы разбита и размозжена в дребезги потому что не то сказал не то сделал не то подумал это все грех не обязательно доводить до самого там страшного и смертного греха не обязательно ставиться чикатилы да но тем не менее грехов постоянно много и почему бог не должен меня сдерживать а должен сдерживать чикатилу почему он должен не меня сдерживать в моих в моих грехах а должен сдерживать всех тех тех, кого я лично считаю злом для этого мира». И получается, что человек, видя зло, а почему человек видит зло вокруг себя? Вот вы вспомните на секундочку, дети играют в песочницы, они могут даже быть без нижнего белья, они друг друга не видят, у них там задача – песочек, вьёрочки, ещё что-то, но когда в них внутри это появится, они начинают друг друга различать, потому что внутри есть индикатор, и когда человек видит вокруг себя зло, это говорит только об одном – что внутри тебя то же самое зло есть, и по идентичности ты выносишь приговор уже, и твой приговор такой – твоё зло мешает, моё-то не мешает, да? Как одна женщина приходит к батюшке и говорит, ну вот я вчера немножко поматерилась, вот я немножко то-то сделал, вот я немножко тогда… Батюшка говорит, а вот я вчера немножко кого-то убил, немножко поблудил. Грех не бывает немножко, грех либо бывает, либо не бывает. И поэтому видение зла вокруг и более того упрекать Бога за то, что это зло происходит, ну это подписываться, во-первых, в том, что это самое зло во мне есть, и если оно не реализовалось сегодня вокруг и не причинило горе нашим ближним – это, поверьте мне, дело времени. И второе – Бог дал человеку выбирать возможность, и человек, к сожалению, между добром и злом выбирает зло. Так при чём здесь Бог? Один математик афганский, дословно не процитирую, но он говорит, поймите, всё, что связано с грехом, оно приносит человеку растрату, болезни, какие-то скорби, а всё, что приближает человека к Богу – это всё бесплатно. Помолиться – бесплатно, доброе дело сделать – бесплатно, посидеть на койке у больного человека – бесплатно, но человек не выбирает то, что бесплатно, человек выбирает то, что дорого, то, что связано со страстями, с пороками. И представляете, на секундочку, если возвращаться к этому вопросу, вот всё, что дорого выбирает человек, если уж ограничивать Чикатилу, так значит ограничивать и всё остальное. Представляете, если Бог начнёт нас с вами ограничивать. Бедные, бедные люди. Но человек получил от Бога дар – свободу. И этим свободным даром он может пользоваться. Он может либо двигаться к Богу, либо двигаться в обратную сторону. И даже двигаясь в обратную сторону, дойдя до крайности своего греховного бытия, человек может опомниться и развернуться. И даже в этот момент милосердный Господь примет человека как того разбойника, который первым вошёл в рай. Поэтому Бог не виноват в том, что творится зло. К сожалению большому, это делает всё человек.